Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфортовая, который всегда на вашей стороне, благодаря нашей эмблеме, нашему девизу за уживых оплакив мертвых, разбивая молнии, мы рассказываем вам про препарат Мибикар. Ну уж нас просили, 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 мы на вашей стороне, всегда на вашей стороне, ну раз напросились, слушайте, мы сегодня рассказываем о всех загадках Мибикара. Ну, конечно, у нас название, может быть, мы чуть погрешили против истины, потому что мебикар загадок еще много осталось, но мы постараемся основные, на наш взгляд, загадки, ну, здесь в этой мини-лекции осветить. Итак, что такое мебикар? Прежде всего, это препарат, который отнесен к анксиолитикам, транквилизаторам, то есть это препарат, который должен помогать человеку от тревоги. В чем состоит беда? Беда состоит в том, что этот препарат совершенно неверно, очень часто называют производным мочевиной. Не знаю, почему это так происходит, но я сейчас попытаюсь рассказать, почему, может быть, это так получилось. Ну, вообще, мочевина – это конечный продукт обмена белков, который постоянно образуется в нашем организме и выводится он с помощью мочи. Вот эта самая мочевина образуется в печени, ну, и как она выглядит, эта самая мочевина, еще раз говорю, образуется она, мочевина, постоянно в человеческом теле, это непрерывный абсолютно процесс. Количество мочевины увеличивается, если у человека почечная недостаточность, почки плохо выводят, соответственно, из организма различные вещества, а мочевина является маркером того, что они работают плохо. Ну, где эту мочевину можно найти? Ну, вот эти вот сточные воды, которые мы видим с вами, вот эти вот грязные, желтоватые, это, в общем-то, есть мочевина. Формула мочевина вы здесь видите, еще она по-научному называется карбамидом, используется это для удобрений. Поэтому, если вы, например, пьете какую-нибудь воду, эта вода, она находится рядом с каким-нибудь полем, где мочевина, карбамид используется для удобрений, вы эту самую мочевину и, собственно говоря, пьете. Почему я говорю о том, что очень странно, что мебикар называют производным мочевиной? Вот я здесь специально две формулы сопоставил, чтобы вам было ясно химическое. Вот слева это мочевина, а справа это мебикар. Говорить о том, что молекула мебикара, это как бы две молекулы мочевины, это вообще с химической точки зрения, на мой взгляд, является нонсенсом. Потому что вы видите, что здесь, во-первых, дополнительные атомы углерода, их достаточно много, это мебикар, это бициклическая структура, то есть там два цикла, вы видите. То есть это совершенно другая молекула. И говорить о том, что мебикар является производным мочевиной, вот этой вот грязной, этой самой жидкости, которая плохо пахнет, ну это, в общем, или удобрение, это, конечно, смешно. Это самостоятельное химическое соединение, не надо называть это производным мочевиной. Но дальше возникает следующий вопрос. А до какие нейроны это, собственно, мебикар действует? Ведь вы понимаете о том, что если препарат анксиолитик, то он должен действовать, транквилизатор, он должен действовать на какие-то нейроны. Я думаю, что это все понятно. Но, если мы с вами, да, ну это вот тревога наша, да, мы ее изображаем в виде огромной многоголовой гидр. Тело этой гидры, это две системы, серотониновая, гамкаргическая, это две тормозящие системы основные. Их активность снижается у больных с тревогой, и голову задирают различные нейрональные системы, норадреналина, гистаминова, цилхолинова, дофамина, глутаматная и много других. Просто все даже не изобразишь. Так вот, это, собственно говоря, тревога, поэтому очень важно знать, и вот этот транквилизатор, на какие нейроны он должен, собственно говоря, действовать. Ну, если мы с вами заглянем в справочник лекарственных средств, обязательно читайте инструкции, я вас очень прошу. Инструкции сеют разумное, доброе, вечное. К сожалению, в инструкции Мимбикара мы не найдем, как этот препарат действует на какие нейроны. Самое интересное, что не знают об этом и такие всевидящие, в общем-то, базы данных, как, например, Драгбанк. Тоже вам очень советую. Заходите на Драгбанк, набирайте туда, вбивайте препараты, ищите, на что этот препарат действует. Неясно, на что Мимбикар действует, даже Драгбанку. Я вам, честно говоря, скажу больше. Есть такой у нас академик Серединин, который является крупнейшим, в общем-то, у нас фармакологом. Значит, синтезировал такие препараты, например, как Афобазол, насколько я понимаю. И, во всяком случае, был причастен к синтезу этого препарата. Как бы то ни было, значит, вот даже этому академику, если вы посмотрите, вот у него есть классификация транквилизаторов, он совершенно потрясающе много раз об этом говорил. Потому что она по механизму действия сделана. Это впервые вообще в мире. Так вот, даже ему механизм действия препарата неизвестен. То есть, на какие нейроны этот препарат действует, даже ему неизвестно. Это, на самом деле, о чем-то говорит. То есть, если не знает ни инструкция, ни Драгбанк, ни крупнейшие ученые, которые занимаются психофармакологией. То есть, это, в общем, о чем-то свидетельствует. Но! Вы же понимаете, что мы так это просто оставить не могли. Мы раскопали статью, которая называется «Фармакотерапевтические эффекты Мебикара». Вверху вы видите ссылочку на эту статью. Обязательно эту ссылочку мы прикрепим в описании нашего ролика. Статью написали ученые из Казанской государственной медицинской академии. И вот там говорится о том, что этот препарат способствует повышению активности серотониновых, гаммкаргических, ацилхолинодофаминовых нейронов. Снижает активность норадреналиновых и глутаматных нейронов. Как это он делает? Вот в этой статье говорится о том, что этот препарат способствует так называемому экзоцитозу. Что такое экзоцитоз? Вот здесь на этой картинке вы видите, как нейромедиатор. На самом деле, вот многие, наверное, интересуются, а куда девается нейромедиатор, пусть так как он, например, сделал свое дело. Он забирается обратно в нейроны, там хранится в специальных таких вот пузырьках. И вот эти пузырьки, они достаточно стабильны для того, чтобы оттуда его обратно извлечь. Этот пузырек, этот целый химический процесс, он подходит к оболочке нейрона, раскрывается, и нейромедиатор выскакивает наружу в межсинаптическую щель. Это так называемый экзоцитоз. Так вот, говорится о том, что препарат Мебикар, по-видимому, способствует экзоцитозу. Но вот тут сразу возникает множество проблем. Если препарат способствует экзоцитозу, то есть выходу нейромедиатора из нейрона в межсинаптическую щель, то тогда он, конечно, должен повышать, только повышать активность самых разных нейронов. И действительно, мы говорили о том, что повышает активность серотониновых, астилхолиновых, дофаминовых и ганкаргических нейронов. Но тогда почему он снижает активность норадреналиновых и глутаматных нейронов, если он тоже способствует экзоцитозу норадреналинной глутаматы этих нейромедиаторов. Значит, что-то здесь не так. И вот это вот не так не позволяет нам принять эту красивую гипотезу. Надо вам сказать, что авторы вот этой статьи, они тоже считают, что на самом деле фармакотерапевтические эффекты Мебикара, ну и с лечебной, проще говоря, эффектами Мебикара, они с этим самым экзоцитозом не связаны, потому что, еще раз говорю, возникает много вопросов, а связаны они с другим. И вот здесь они выдвигают совершенно потрясающую гипотезу, мы сейчас ее проанализируем. Видите, они называют мочевиной ее производной Мебикар. Еще раз говорю, не надо Мебикар называть производной мочевиной. Здесь совершенно другая молекула, что Мебикар дестабилизирует структуру воды. Во внеклеточной жидкости происходит увеличение фракции подвижных, химически активных молекул воды. То есть, проще говоря, Мебикар активизирует воду, которая находится внутри нашего организма. А вот эта уже химически активная вода, она влияет на белки, ферменты, мембраны, клетки, органы системы. То есть, проще говоря, процесс выглядит следующим образом. Мебикар вводится в организм, активизирует воду, она становится очень активной, быстро двигается и начинает действовать на мембрану. Вот здесь изображена мембрана клетки, бьет по этой мембране и дальше происходит какой-то определенный терапевтический процесс. Вот это все сильно напоминает мне гомеопатию. Ведь что такое гомеопатия? Мы много о гомеопатии рассказывали. Это очень и очень интересное учение, которое возникло в конце 18-го, в начале 19-го века, благодаря такому ученому, как доктору Ганнеману. Так вот, собственно говоря, в чем состоит эта самая гомеопатия? Гомеопатия состоит в том, что чем сильнее мы разводим препарат, чем его меньше, лучше, чтобы его вообще не было, тем эффективнее этот препарат. Вот меня спросите, а что же тогда действует? А действует на самом деле вода. Происходит следующим образом. Вот вы видите, в левой баночке есть еще вот эти треугольнички. Это там, или точнее сказать, не треугольнички, лекарства, да, но в виде этих самых точечек. Но, затем мы эти точки, количество этих точек уменьшается, потому что лекарство исчезает. Мы разводим, берем пипеткой, переносим малое количество в чистую воду, потом из этой пипетки пипеткой берем в другую чистую воду. А что же тогда происходит? Мы встряхиваем вот эту самую воду вместе с лекарством. И тогда вот это самое лекарство передает воде, собственно говоря, свою структуру. То есть вода запоминает структуру этого самого препарата. И чем больше мы встряхиваем, тем большее количество молекул воды запоминает структуру этого препарата. И в конце концов действует, это гипотеза памяти воды, она так и называется. То есть действует вот эта самая память воды, действует встряхивание. Вот так это встряхивание производится. Я, честно говоря, сам видел, как производится встряхивание в немецком городе Корсруе, где мне в 20, даже не поверите, 27 лет тому назад я проходил обучение в одной фармацевтической компании, которая гомеопатической. Вот я там это все видел. Но там это все было гораздо интереснее, потому что здесь аптека, а там просто такой очень крупный немец, метродворостом такой рыжий, очень крепкий, косая сажей в плечах. Он вот так вот зажимал какой-то там пизурок. И вот прям с такой силой, надо 10 раз или 100 раз, потенциально 10-кратное, 100-кратное, бил по такую кожу, которая была просто положена на стол, такой дубовый стол, старинный, вот он по нему бил. Почему-то был с таким стуком и грохотом, вот это так называемое встряхивание, для того, чтобы вода запомнила структуру лекарства. Надо сказать, что вот это встряхивание, вот это потенцирование ручное, это очень-очень дорого. Сейчас этим никто не занимается, сейчас это все выполняют машины, они просто механически встряхивают. Но многие гомеопаты говорят, что это все гораздо хуже, потому что ручное встряхивание лучше. Тем не менее, если мы сейчас с вами вернемся к мебикару, то, конечно же, у нас с вами на самом деле появляется совершенно новый гомеопатический подход. То есть, смотрите, в 19 веке для того, чтобы активизировать воду, для этого нужно было встряхивать, эта вода запоминала в этой ситуации структуру лекарства, потом этот человек принимал это самое лекарство. В общем, это все довольно сложно. Здесь все упрощено. Вы вводите в свой организм мебикар, и мебикар уже внутри вас встряхивает. То есть, здесь в 19 веке встряхивалась вода в лекарстве, мебикар встряхивает воду внутри вас. То есть, я думаю, что это, можно сказать, что это продвинутая гомеопатия 21 века. И на самом деле, фактически, ваша вода, а мы все состоим из воды, под действием мебикара она превращается в живую воду. И таким образом вы, собственно говоря, сами себя можете лечить. Это фактически средство от всех болезней, потому что вода встряхивается внутри вас при помощи мебикара, становится активной. Вы скажете, а где доказательства? Да очень просто. Посмотрите, пожалуйста, в показаниях этого препарата. Чего вот молекула, конечно, этого препарата. Почему я обращаю внимание, что в справочниках есть показания для молекулы, есть показания для конкретного препарата. Это обычно бывают разные вещи. Конкретный препарат изготавливает какая-то фармацевтическая компания. Вот из этого списка она может выбрать себе какой-нибудь один-два показания, по которым она будет двигать этот препарат. Все она перечислять ненамеренно, это ей неудобно по каким-то... Ну, сил, например, не хватает. А на самом деле надо смотреть на молекулы. Здесь мы что только не видим. И неврозы, и неврозоподобное состояние, и шизофрения, и сосудистые психозы, которые бывают у пожилых людей, и кардиологии, и ишемическая болезнь сердца, даже инфаркт миокарда, и уменьшение влечения к курению табака, спирта, то есть, собственно говоря, алкоголизм, уменьшение влечения, психоактивным веществам, улучшение переносимости нейролептиковых транквилизаторов, чего тут только нет. Самое интересное, ведь в справочнике видали, есть список кодов, при которых может применяться этот препарат. И здесь обратите внимание, органический галлюцинос, психический поведенческий расстройство психический поведения тататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататат Поэтому действительно, вот я считаю, что это, конечно же, очень сближает этот препарат с гомеопатией, причем еще раз говорю, с продвинутой гомеопатией, потому что если там встряхивается вода в лекарстве, когда она там дойдет, то здесь встряхивается вода непосредственно в организме человека. Ну, вы мне скажете, а откуда вообще могла возникнуть вот такая гипотеза? Конечно, эта гипотеза является ненаучной, понятно, так же, как и ненаучной является гомеопатия, но она является очень и очень красивой, согласитесь, представляете, препарат встряхивает внутри вас воду, она становится активной и она начинает действовать. Я думаю, что такая красивая гипотеза могла возникнуть только в Татарстане. Признаю сразу, я очень люблю Татарстан. Вот все едут для того, чтобы попробовать минеральные воды, они едут в минеральные воды на Кавказ. Мало кто знает, что Татарстан очень богат водными ресурсами. Не просто богат, там есть такие источники минеральной воды, которых, вообще-то говоря, в России нет, где рядом бьют совершенно разные по содержанию минеральные воды. Ну, вообще, я очень люблю татарскую кухню, я вам признаюсь. Ну, а посмотреть вообще на воды действительно очень много. Татарстан – это место, где сливаются две самых крупных реки европейской части России, это Волга и Кам. И вот когда ты стоишь в месте слияния этих рек, то, честно я вам говорю, вы не видите противоположного берега. Вот, серьезно. И вам кажется, что вы находитесь на берегу моря, где-то очень далеко проходят довольно крупные корабли, они идут по фарватеру, то есть полное ощущение, что вы находитесь на море. То есть, еще раз говорю, в Татарстане очень много воды, поэтому вот такая красивая, я бы даже сказал, восточная, цветистая гипотеза о том, как действует этот препарат, могла, я считаю, возникнуть в Татарстане. Поезжайте, я вам советую, в Татарстан. Даже не из-за мебикара. Мебикар можно пить и в Москве. Но именно там вы посмотрите на совершенно потрясающие красоты, которых, на самом деле, у нас нигде в России больше вы не увидите. Ну, а кто не хочет ехать в Татарстан по разным причинам, я знаю, есть и такие, которые будут меня обвинять в здешней любви к Татарстану, что делать, вам не есть татарская кровь, она часто говорит. Ну, я вам тогда скажу, что русская традиция старинная – пошептать на воду. То есть, фактически, что делает бабушка, которая помогает вам? Она шепчет на воду, заговаривает ее, вода становится активной, активизируется и тоже помогает вам для здоровья. Но еще раз говорю, эта русская бабушка – это тоже прошлый век, потому что русская бабушка, она в вас не влезет. Она может зарядить только стакан воды, который вы выпьете, но она не зарядит воду внутри вас, в отличие от мебикара. Как всегда в конце нашей лекции я вас очень и очень прошу, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Пускай больше народа узнает о том, что интересного можно найти в Татарстане. Поверьте мне, очень-очень много интересного, что действительно много воды. Какие интересные гипотезы рождаются в Татарстане? Что за препарат является мебикар, который помогает вообще от всех болезней? Почему он помогает от всех болезней? Почему эта гипотеза является антинаучной? Как она связана с гемеопатией? Это все вы можете узнать. Мы бы хотели, чтобы это узнали как можно больше людей. А для этого надо подписываться, ставить лайки, писать комменты. Тогда в выдачах на YouTube это будет продвигаться. И многие люди узнают, как, в общем-то, их дурят. Ну и, конечно же, становитесь спонсором нашего канала. Пожалуйста, если хотите облагодарить нас за этот ролик, в описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч.